всем привет сегодня у нас будет видео на тему на что обратить внимание при ремонте перфоратора dhr-242 сразу скажу наперед видео будет интересно тем особенно владельцам и таких перфораторов кто хочет сделать ремонт потому что в таких перфораторах есть очень много изменений и например если мы смотрим на схему мы здесь видим одно вот особенно касается вот к примеру муфты в этой предохранительный а по факту мы здесь увидим ее совсем другую и не только с муфтой короче об этом я все расскажу поподробно какие детали использовать можно какие артикулы почему и как также про стволы тут можно конкретно на схеме квазан один ствол их можно тут не только такой ставите очень много и других ну сначала нам нужно его проверить работает ли он вообще переключается плохо переключается и обязательно нужно сверло не держится выпадает по моему у него еще и муфта будем разбирать для начала мы разберем патрон смотрим состояние колпачка в колпачке почти всегда меня хотя вот у этого еще более-менее но здесь видно порваны колпачок это защита ствола от попадания внутрь пыли поэтому лишним она недорогая точнее колпачок недорогой и лишним поменять его не вот эти пружинки смотреть надо не часто изнашиваются и стираются они становятся плоскими или меняют эту округлую форму в данном случае все нормально можно оставить такая шайба обычно не изнашивается но редко очень обычно я ее оставляю она конечно изнашивается но не так часто и еще одна пружинка вот если мы посмотрим у нее есть небольшой износик вообще да вот этот набор набор как бы патрона вот эти все запчасти патронам иногда есть смысл поменять полностью вот например на шайбе износ здесь внутри да оно будет работать и поставить да оно все будет то же самое резиночка целая кожух патронов целый внутри почему-то лежат шарики каким образом они там оказались непонятно если они должны быть вот здесь ощущение что кто-то разбирал все держит все работает от шарика вот здесь бывает на этой шайбе ямочка вот видите этот след здесь нормально все ровно на это обращаю внимание шарики и шайбы тоже обычно всегда меняю даже не смотря ну как по шайбе видно износ есть шарики они там может и целые шарики но вот здесь я смотрю это шайбов целая ржавенькая многие думают что вот это вот износ вот эти вмятины но на самом деле это она и новая такая эта штамповка так идет у нее пружина если сильно погнутая помязая или тоже в этих местах не может виден быть износ то ее естественно лучше поменять в данном случае в принципе здесь почти все нормально уже колпачок более-менее можно оставить далее обращаем внимание вот на эти места куда стопорные кольца вставляются на стволе они также вместе с кольцами изнашиваются и может дойти до того что просто патрон будет рассыпаться в работе и они будут падать на такое бывает очень редко потому что зачастую изнашиваются вот эти внутри направляющие раньше но бывает я встречал такое ну и теперь давайте пару слов о стволах видите на этом стволе есть такие вот срезы и как правильно назвать он не полностью круглый если мы на кожух посмотрим здесь тоже вот сделано одеть он не крутится вот есть документ где стволы менялись на если мы посмотрим например схему 283 перфоратора или 282 то там уже ствол идет круглый и этот ствол он абсолютно подойдет на этот перфоратор единственное что нужно будет поменять некоторые детали от этого самого кожуха набор который я только что снял он изменится я сейчас покажу вам этот документ вот смотрите да я неправильно сказал на 283 202 203 это со съемным патроном но там будет работать та же самая фигня только другие артикулы там стволы именно для съемного патрона идут вот документ от июля 16 года здесь указаны модели но на сегодняшний день документ этот устарел уже вышли более новые модели и на современных которые 282 перфораторы на 40 вольт которые перфоратор идут там уже ставятся вот такие стволы видите здесь срезано здесь круглый ствол и вот на этот если мы схема откроем этого перфоратора будет стоять старый ствол 200 140 265 давайте я вам покажу вот он 140 265 это конкретно для этого перфоратора но также есть его аналог 140 264 у них разница там в цене 200 рублей он тоже такой же но они абсолютно одинаковые единственное что видно они сделаны на разных заводах про . разная а в остальном они полностью одинаковые вот есть отличия не знаю почему они сделали эти артикулы разные на мой взгляд мне кажется либо ну что разные заводы и плюс еще есть две версии начинок войти стволы тоже сейчас видите на экране эти версии начинок там отличаются боек один и тот же шайбы пружина в одном а в другом там прокладка идет шайба чуть другая вот продолжение этого документа с этой стороны здесь мы видим вот этот ствол 140 264 вот этот он заменен на 142 973 видите здесь круглый абсолютно такой ствол стоит именно на самых последних версиях перфораторов на 40 вольтовых и это же ствол можно поставить и сюда но придется поменять вот эту вот всю начинку не всю здесь конкретно в документе указано вот они раз два три четыре точнее даже три детальки всего здесь они вот они нарисованы то есть кожух шайба и а все остальное она одинаковая не я не знаю возможно этот ствол надежнее чем вот этот не просто так его стали использовать в новых версиях поэтому при ремонте если вы самостоятельно ремонтируете можете попробовать заменить это на уже новые стволы если будете использовать стандартные схемы из интернета вы этой информации там не найдете это можно сказать эксклюзив также есть замена или этого ствола у этого идет 149 972 то есть 973 972 у них тоже цена разница у этого есть такой же аналог возможно один понадежнее один не понадежнее не могу сказать этого и не могу даже сказать какой из этих надежнее ну скорее всего думаю вот этот не просто по камню поменяли а может наоборот они сделали чтоб он быстрее сошелся никто не знает как бы не проверено факт то что стволы можно использовать любые также сюда можно поставить стволы от перфоратора со съемным патроном и уже одевать съемный патрон то есть вы можете превратить свой перфоратор перфоратор со съемным патроном идем дальше это первое что в этом перфораторе изменилось здесь будет еще много изменений скрываем перфоратор сначала откручиваем отсек батареи внимательно смотрим здесь маленькая резиночки шпика ее можно потерять и также вот эту резинку поэтому откручиваем снимаем аккуратно также еще здесь вот резиночки одеты тоже аккуратно вот эта шпилька вот эта резиночка здесь обычно никаких проблем не бывает смотрим состояние колодки клеммной здесь все нормально бывает когда перфоратору очень много раз меняли аккумулятор ну тоже очень редкий момент я всего один раз видит чтобы эта колодка стерлась за всю историю это не перфораторе шуруповерки вот я ее даже оставил себе для примера вот там видно прям стерлась но вот это поцарапано это уже я царапал видите сверху она блестящая себе поцарапать она внутримедная и откручиваем дальше вот эти все винты как только мы открутили все винты на боковой части перфоратора надо открутить вот эти четыре винта иначе крышка не снимется можно конечно не только два открутить тогда можно снять одну часть крышки я откручу полностью открутили и пробуем разъединять половинки тоже аккуратно это делаем чтобы ничего не рассыпалась и не вывалилась открутили и сняли на этой части у нас ничего не будет здесь внутри мы видим вот такую картину на старых корпусах тоже были изменения если мы откроем старый перфоратор такой как у меня у меня еще бэшер то в нем не будет вот этих двух мест и резиночек внутри там порога просто так лежали также у этого перфоратора со временем они изменяли и статор и даже несколько версий было контроллер менялся и менялся выключатель если мы здесь видим выключатель что здесь за выключатель 650 709 вот мы видим как у него идет соединение один провод все время один провод красный вот выходит отдельный клеммничек и остальные провода колодочка клеммная раньше было это по-другому вот мы видим старый контроллер здесь выключатель другой совсем это от такого же перфоратора здесь идет вот просто один контроллер ну естественно артикул самого контроллера разный здесь у нас 620 096 здесь 620 241-8 несмотря какой у вас перфоратор естественно нужно понимать что нам заказывать что мы здесь еще видим здесь есть подключение к пылесосу внутри стоит вот такая металлическая пластинка многие обычно когда разберешь без схемы почему-то путаешься как ее поставить правильно на самом деле это очень просто вот она с одной частью такая тревогольная вот так вниз и и и отсюда она нужна когда мы вставляем пылесос она нажимает ну когда мы вот так и и соединяем на подвигает клеммник и клеммник выдвигается и становится видимый видимо заходит колодки пылесоса когда пылесоса нет у нас получается закрыта плечо куда закрыт и пыль внутрь не попадает теперь все это отсюда вытаскиваем для того чтобы вытащить нам нужно приподнять все вместе и статтер и ротор и корпус редуктора так аккуратно пробуем поднять вот так вытащили и достаем магнит сам ротор и статора он держится магнита притянув так аккуратно достаем чтобы не повредить и видим вот такую картину ротору его состояние магнитное проверяется специальной пластиной у меня такой нет к сожалению и проверить его правильно он работает или неправильно я не могу лишь лишь сейчас покажу вам это на фотографиях как это делается для того чтобы снять ротор вот здесь мы откручиваем два винта и открутил их уже снимаем эту скобу которая прижимает как раз подшипник и снимаем легко вытаскивается здесь мы видим шестерню и подшипники откладываем куда-нибудь в безопасное место где нет магнитов далее снимаем переключатель чтобы снять переключатель мы здесь видим вот такое есть место где мы ставим переключатель в режим молотка дальше он у нас не опускается для того чтобы переключатель опустился ниже нужно до конца нажать в эту кнопку зеленую до самого конца и вот он опустился ниже можно переключатель снимать внутри переключатель на основе есть металлическое колечко обычно она никогда не изнашивается и резиновая прокладка сам переключает или разбирать необходимости нет далее достаем вот эту штучку она состоит из пружинки и вот такой короче переключатель режимов видите он изношен потому что и неправильно переключают не соблюдают вот эту инструкцию помимо него может быть еще изнашиваться ответная муфта так вот бывает их два вида два вида переключателя и в шестнадцатом году они сделали изменения вот они артикулы то есть если у вас вы видите вот такая муфта точнее переключалка то муфту надо ставить только такую а если вот эта новая версия как у нас то муфту только такую на сегодняшний день это муфта уже не закажешь прессе нету поэтому если у вас старая муфта и она износилась менять нужно вот так вот эти две части просто если вы поставите вот этот переключатель и вот эту муфту она работать не будет вот так выглядели старые втулки конусная втулка называется вот новая вот старая муфа к сожалению я вам старую уже не покажу ее нету втулочки еще четыре штучки есть теперь можно снимать основной корпус кожух пластиковый втулки и-уфт вуфт вуфт в туловую часть в таланье и на полнотавной корпус так его чуть-чуть сняли переворачиваем и снимаем полностью внутри мы видим абсолютно свеженькую смазочку проблема этих перфораторов в том что их убивают именно рукожопые люди то есть мы видим перфоратор еще свежий чисто вот отсутствие мозгов прочитать вот эту инструкцию приводит к элементарным поломкам этого перфоратора здесь даже видны следы вот мы протрем здесь видите вот там как протерт это говорит о том что переключали неправильно снимаем подшипник кстати в нормальном состоянии чтобы снять ствол полностью нам необходимо снять вот эту стопорную пружинку и шайбу под ней вот на нее смотрим она часто изнашивается здесь она только-только начала подтираться и шайбочка ну шайбочка обычно целенькая и снимаем наш ствол ствол как мы видим в порядке держит баёк внутри смотрим состояние шестерни тоже состояние нормальный муфта сама шестерня тоже нормально все зубы целые скорее всего проблема именно вот в этой части и еще видимо подшипник вот этот что-то сильно болтается у нас но здесь я особо износа это никакого и не вижу возможно просто проблема из-за вот этой переключалки сейчас проверим предохранительный муфт с предохранительной муфтой здесь все в порядке но их бывает два вида опять же на схеме мы видели один вид а по факту это у нас старая версия муфты а новая выглядит вот так старая из четырех частей состоит новая из двух показываю как это в живую выглядит вот ствол эти что то что это подойдет на все те четыре ствола о которых я говорил в начале сначала вы сюда вставляется четыре шарика если мы посмотрим вот они видны вот один второй третий четвертый эти шарики нужны для того чтобы вот эта часть здесь не крутилась я вам покажу я шарики вставлять не буду ибо они маленькие просто можно будет потерять чтобы они держались сюда просто смазочки намазываем и шарики держатся и спокойно потом одевать далее у нас из-за этой муфты сюда одевается вот эта штучка а внутрь вставляются вот такие бочонки вот таким образом видите когда муфта срабатывает бочонки поднимаются вставляем все 6 бочонков вот видите далее это все признается шайбой то есть вот шайба она приподнимается при срабатывании шайба уже прижимается пружиной как на схеме я пружина стопорным кольцом и вот так работает эта муфта проблема именно этой старой муфты в том что именно на ней часто видны я встречал были отколотые зубья возможно вот в этих местах без лобан и вот именно на таких муфтах я встречал отколотые зубья а вот на новых уже такого не было это одевается также сначала шарики потом вот эта часть и ответная часть ну и сверху пружина стопорное кольцо также точно работает то есть эти части проскальзывают когда у вас бур застревает вот эта часть просто прокручивается ну естественно со временем она стирается похоже система как на 2470 только на 2470 вот эти вот части они находятся на самом стволе и когда если они стираются приходится менять весь ствол здесь же сделают лучше менять только отдельные запчасти ствол можно не трогать вот артикулы этих запчастей поэтому если у вас на старой муфте что-то сломалось советую поставить новую на эти завчасти выкинуть значит с муфтой разобрались идем дальше мне что-то не нравится что здесь вот так трясется внутри поэтому будем доставать внутренности ствола и внутренности ствола кстати тоже бывают двух видов до чтобы разобрать эту муфту нам необходимо снять вот эту вот пружинку и и всегда обращаем внимание чтобы она стояла на своем месте такая вот накрученная здесь и бывает вот эта часть в стволе тоже изнашивается и колечко может выпадать его очень сложно поставить простым способом поэтому для него желательно иметь спец инструмент если вы собрались его снимать этот спец инструмент выглядит вот так это такое кольцо размеры его и вы видите на экране можете самостоятельно выточить это кольцо подойдет не только для этих стволов она также иногда выручает и на девольтах и на других инструментах и на 2470 ставится вот таким образом но потом съемником каким-нибудь тоже не каким-нибудь специальным например как вот этот вот так вставляем охладить надо макиты это конечно выглядит намного получше но за неимением инструмента специального оригинального имеем самодельное да это колечко мы вытащили сами токарин заказали у токаря вот таким образом мы начинаем закручивать пружина у нас натягивается и мы спокойно можем достать это кольцо и также точно одеть без этого способа нормально одеть колечко у вас вряд ли получится для того чтобы вытащить внутренности нам нужно снять стопорное колечко вот это вот она убивается вот так отвертку ставите и бьете по отвертке но для того чтобы она легко выбилась опять же есть специальный инструмент у него тоже есть артикул это тоже штука самодельная и вытащена токарем вставляете зажимаете это в тиски или под пресс не сильно увидите она под подвигает кольцо получается у нас это колечко расслабляется и она намного проще потом снимается вот видите колечко я подвинул вот она можно его хочу еще сильнее приподнять чем-нибудь вот такой штуку удобно это делать ну теперь можно подцепить крючочком и достать кольцо достали на удивление даже не погнулась но обычно это кольцо расходник я его всегда меняю и достаем все остальное ну здесь как бы визуально тоже все нормально резиночку мы внутри поменяем так как залили уже даже есть она в нормальном состоянии это такой очень изнашивающиеся механизм поэтому лучше поменять что мы на что обращаем внимание здесь естественно вот это кольцо оно изнашивается вот этим кольцом то есть вот этот бортик смотрим на этот бортик если тут нормально все а здесь все нормально то это все мы оставляем пружина у нас как расходник то есть пружина пружина действительно теряется временем свои свойства и и нужно менять в этом случае я ее поменяю хотя может быть она и нормальная здесь мы просто вытрем и поставим на место вот этот механизм в этом свале это одна версия и сейчас я вам покажу как выглядит вторая версия 264 у нас точнее 265 набор увидите вот с этой пружиной как мы и видим здесь а 264 идет там резиновая прокладка и совсем другие колечки вот и вот вот так выглядит другая версия то есть видите совсем она отличается единственное что здесь одинаковая это импакт болт то есть ударный болт он здесь абсолютно одинаковый шайбы уже разные и да так как правильно ставится этот болт какой частью тут есть одна часть толще другая тоньше девять с половиной миллиметров и девять минут вот толстой частью назад потоньше вперед точно так и здесь он стоит одинаково везде ну и внимательно смотрим смотря какой вы ставите в себе ствол либо обновленные обновленные исходя из этого нужно выбирать правильно внутренность внутренний этот механизм и вот чем эти стволы отличаются вот этот механизм я видите шайбу это переднюю вставил на этом четко стала а если мы вставим в 265 ствол вот эту будет болтаться вот она там не стоит она болтается то есть внутреннее кольцо в этих стволах разное все остальное одинаковое поэтому для повторюсь еще раз для ствола 140 264 5 и 142 973 2 выбираем механизм прокладка вот такую с резиной а для ствола 140 265 3 и 142 972-4 выбираем механизм с пружиной то же самое у нас и с кожухами видите визуально они одинаковы а внутри разные то есть на круглый ствол круглые на такой ствол вот такая круглая 455 393 кожа вот такая 451 530 и естественно шайбы стопорные кольца тоже другие то есть еще раз вот они их артикулы новые старые ну а здесь вот это мхр мт это для мактек еще чуть-чуть изменения там другие кожухи для того чтобы разобрать эту часть нам нужно открутить вот эти два болта ну по сути по сути особо разбирать это смысла нет просто покажу как это разбирается снимается эта часть и теперь мы можем достать вот это противовес система в это для этого нам нужно снять стопорные колечки колечко сняли под стопорным здесь шайба и достаем вот эту втулку достали втулку теперь снимаем вот эти две скобы после этого у нас появилась возможность достать вот эту всю часть чтобы ее спокойно достать нам нужно нажать и приподнять эту заднюю часть пьяного подшипника вот так сделали и теперь можно снять и теперь мы можем открутить все это вместе здесь еще два болта внутри и снимаем ну и здесь мы видим наш подшипник принципе подшипник у нас в нормальном состоянии там люфт у него минимальный он на новом будет точно такой же поэтому особо разбирать смысла тут не было что у нас здесь пружина на этой пружине обычно смотрите вот здесь износ бывает либо с этой стороны либо с этой у нас перфоратор этот видно что новый пружиной у нас должно быть колечко смазки вот она видите на месте я его даже трогать не буду в принципе по сути перфоратор абсолютно новый я его сейчас соберу назад и поменяю для начала только лишь вот эту часть ну и добавлю свежей смазки если переключаться будет плохо и происходить то же самое то еще нам придется поменять вот эту муфту ну я вот смотрю визуально по моему она нормальная к сожалению новой нету сравнить и посмотреть с новым что собираю я думаю показывать не надо как это все собирается обратно то есть все делаем в обратном порядке вот так выглядит новый переключатель втулка это конусная мы еще с поставим и проверим кстати обратил внимание статор здесь нифигово так подпален и вот здесь видите аж пластик сдулся то есть наваливали на него но при этом он сейчас работает ну естественно скорее всего я его буду менять сейчас я соберу проверю все как оно как работает переключатель короче перфоратор работает и не стал надевать патрон короче как вы видели перфоратор нормально работает но все же оставлять такой статор как-то стремновато и чем хорош вот именно этот перфоратор это надежный перфоратор и он дешевый в ремонте здесь не надо как в д-вольте как в милуоке менять вот эту всю вот он статор отдельно он стоит всего лишь 995 рублей новенький сейчас я его поставлю и все не надо давать как в тех перфоратор 16000 за все вместе здесь даже по моему все вместе в сборе не будет 16000 стоит тут новый перфоратор стоит 16000 хотя сейчас с ценами неизвестно что будет но стоило он 16000 вот пожалуйста тысяча рублей и никаких проблем вопрос почему он перегрелся так ну не давали остывать фигачили плохое может охлаждение видим запыленный весь в этом неизвестно может терлась просто хотя следов трения таких нету видно что пластик аж подгорел и меняется он просто все на клеммниках доставили отсоединили новый присоединили причем на контроллере нарисовано какой цвет куда и меняется он пару секунд клеммники снял новый отдел все не надо не паять никаких не откручивать ничего лишнего с новым статором а стоимости за все с работой и смазкой 2 475 можно было конечно все сделать дешевле если вообще не менять ничего но не скрывал бы я его редуктор нужно было проверить хотя может быть я его и не не зря открыл потому что вы видели в начале когда я открывал вот эта часть переключение болтался немножко когда я затянул эти болты 6266 когда я затянул болты эти 62 то намного меньше стало болтаться на все но так в принципе очень надежный перфорат так веселых использовать в правильных руках почему перегрелся статор ну скорее всего работали аккумуляторами то есть сел один сразу второй поставили второй сил третий не давали инструменту остывать в инструкцию любому инструменту написано после только у вас сядет аккумулятор нужно 15 минут отдыха дать инструменту по начинке вы видели там все в идеальном состоянии перфората уже больше до того пуска перфоратора двадцатый год шестой месяц то есть ему уже больше года и при этом мы видели имеет состояние механики идеальная ствол еще хороший смазка хорошая единственное вот но это тупо неправильное переключение есть инструкция есть небольшой минус что вибрация отдает в новых уже сделали вибрации нет но там два аккумулятора либо новая версия на 40 вольт уже а пока именно на и вексте линейки 18 вольт одним аккумулятором это самый лучший перфоратор а